всем привет если у вас где-то так же как у меня завалился старый шуруповерт у которого полностью наглухо умер аккумулятор не спешите его выбрасывать его очень легко переделать сетевой шуруповерт что я вам сейчас и покажу пересмотрел целую кучу роликов в интернете и пришел к выводу что самый оптимальный вариант это использовать старый блок питания от какого конченного компьютера то есть найти такой вообще не проблема можно спокойно купить на авито рублей за 100 за 200 неважно сколько он будет ватт хоть 200 хоть 400 хоть 600 главное чтоб он был рабочий нам с него потребуется всего лишь 12 вольт ну а 12 вольт это как раз вот этот четырех жирный провод два желтых и два черных желтые плюс черный соответственно остальные провода нам не нужно первое его надо проверить на работоспособность ищем вот на таком на длинном шлейфе зеленые черные проводки вот они они их надо закоротить вставляем просто в разъем любой проводок теперь включаем сеть как вы видите вентилятор заработал блок питания рабочий значит собираем дальше сразу же замерил вольтаж как видите 12 и 0 6 вольта это вот вот это вот линия желтый черный провод для начала нам надо избавиться вот от этого длинного хвоста он мне не нужен поэтому разбираем корпус сейчас все там отрежем обязательно почистить блок питания у меня валялся из затрат я вот потратил только купил 4 метра провода он у меня пойдет именно от журуповерта к самому блоку питания сразу же можно смело обрезать все хвосты мне нужны будут только желтые черные ну и плюс еще зеленый ну а красные и синие там можно сделать покороче ну и так лишние провода обрезом как я уже говорил желтый это плюс 12 черный это минус 12 также нам потребуется для старта блока питания закоротить любой черный и зеленый на них я поставлю вот такой тумблер в принципе паять тут не обязательно можно все сделать на скрутках мне так удобнее а вы делаете как хотите главное здесь не ошибиться с полярностью сразу же зеленые черные проводки ставлю на выключатель термоусаживаю не знаю зачем мы видеороликах почему-то все спаивают целую кучу вот этих желтых проводов я последую к примеру сейчас все заизолирую и также припаяю это как я говорил уже плюс черных проводов слишком много поэтому так вот тоже хвостик небольшой отделил него спаяю а вот эту часть загну заизолируем вот это соединение заранее позвонил тестером белый меня плюс черный минус здесь меня получается синий плюс коричневый минус тут было три провода 3 я отключил такое вот меня соединение будь шуруповерта с блоком питания сразу же сделал вилку спаял ее с длинным проводом остается теперь это все закрепить на шуруповерте и собрать блок питания хочу обратить ваше внимание что вот этот вот выключатель отлично заходит вот в это отверстие откуда выходил пучок проводков если у вас такой есть то обязательно поставьте если он туда входит и прям защелкивается и сидит здесь вообще грамотных сразу же давайте проверим вот так вот у меня он получился все гудит значит собрал все правильно и сразу же проверим выходное напряжение 12 все отлично остается вот этот провод припаять вот к этим вот контактам плюс минус тут обозначены как не забыли синий у нас плюс коричневый минус аккумуляторы я отсюда доставать наверное не буду они как раз послужит для веса для утяжеления чтобы можно было шуруповерт вертикально ставить принципе я думаю проблемы это не составит достаточного припаять вот к этим вот контактам аккумуляторы я обрезал так что они мешаться не будут коротить сейчас все сделаю и давайте будем проверять корпус очень тонкий поэтому без всякого труда просто прямо ручную просверлил в уголке отверстия под провод это самый оптимальный вариант здесь выйдет и можно будет завязать узелок чтобы он не выскакивал как вы видите ничего не мешается и закрутиться все отлично остается только впаять и будем испытывать все впаял вот так вот немного сейчас торчат проводочки но я думаю ничего страшного принципе они должны туда залезть собираем и проверяем ну вроде застегнулась пробуем сразу же давайте посмотрим как это дело будет работать примеру досточка саморез а как вы видите все отлично работает а на этом у меня все кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки всем спасибо за просмотр всем пока до новых интересных видео